Всем привет! Сегодня мы поговорим о дневных ходовых огнях, они же DRL. Еще буквально несколько лет назад подобные штуки были своего рода новинкой, а теперь дневные ходовые огни можно встретить на каждом втором автомобиле. На некоторых автомобилях это штатные огни, а на некоторых доукомплектованные. И если раньше установка дневных ходовых огней это была скорее дань моде, то сейчас использование подобных осветительных приборов на загородных трассах нам диктует закон. С другой стороны, правилами дорожного движения запрещено какое-либо переоборудование автомобиля, в том числе переоборудование осветительных приборов, либо до установки этих самых осветительных приборов. И поэтому многие автовладельцы не решаются на установку дополнительных дневных ходовых огней. С другой стороны, это очень спорный вопрос, так как на месте тяжело доказать это у вас штатные дневные ходовые огни, либо доустановленные, нужен эксперт, к эксперту, естественно, нужно ехать. Пока к нему вы доедете, все можно легко и просто демонтировать с автомобиля. Но обычно вообще с этим никто не хочет заморачиваться, и все автолюбители устанавливают дневные ходовые огни и наслаждаются жизнью. Вот и вы решили особо не заморачиваться по поводу законности DRL-ок и прикупить себе какой-то подходящий вариант. Тут возникает вопрос, куда их лучше устанавливать. Оптимальное место это установить как можно шире относительно кузова автомобиля. Таким образом будут обозначены габариты автомобиля. Естественно, существует множество моделей марок автомобилей, и у каждой свои конструктивные особенности бампера. И не везде есть возможность установить дневные ходовые огни максимально широко. Например, взять тот же Mitsubishi Lancer 10. Там, собственно говоря, вообще нет возможности где-то установить дневные ходовые огни, кроме как в радиаторную решетку, но тогда дневные ходовые огни будут находиться перед автомобилем. А нам нужно разнести их максимально широко. Поэтому за несколько лет было придумано множество вариантов установки дневных ходовых огней, с которыми мы сейчас познакомимся поближе. Самый простой распространенный вариант установки DRL-ок это установка с помощью вот таких вот скоб или ушей. То есть здесь все просто. Находим нужное место в радиаторной решетке, устанавливаем туда DRL-ки, с помощью вот этих ушей выставляем угол наклона и высоту и все это фиксируем саморезами. То есть минус такой установки нужна обязательно какая-то широкая полость в радиаторной решетке плюс простота установки. Второй вариант установки это с помощью вот такой вот монтажной панели. Мы опять-таки находим свободную полость, там с помощью саморезов фиксируем монтажную панель, на которой есть специальные защелки и дневные ходовые огни уже устанавливаются непосредственно в эту панель. Оба этих варианта установки требуют наличия какой-то полости в радиаторной решетке либо в бампере. Если такой полости нет, тогда можно попробовать воспользоваться дневными ходовыми огнями, которые клеятся прямо на бампер с помощью двухстороннего скотча. Такие дневные ходовые огни бывают разных форм. То есть могут быть прямые, могут быть вот такие вот загнутые, могут быть круглые с повторителем поворотника и тому тому подобное. Вариантов масса. К плюсам таких дневных ходовых огней относят к простоту установки. К минусам то, что клеевой слой имеет какой-то определенный срок действия. И со временем ходовые огни начнут отклеиваться где-то на мойке, либо на трассе могут отлететь. Если вы не хотите клеить дневные ходовые огни на двухсторонний скотч, можно пойти на более радикальные меры и воспользоваться врезными ходовыми огнями. Они могут быть в виде вот таких вот гирлянд, можно купить один, два, три, пять, десять, двадцать наборов и из вот таких вот точечек создавать целые композиции на бампере автомобиля. То есть так как вам понравится, это с вашей точки зрения будет красиво и эстетично выглядеть. Либо же могут быть вот такие вот более прямой формы ходовые огни, которые слегка выгнуты и повторяют изгиб бампера. Но в любом случае при установке таких либо таких ходовых огней нужно будет уже резать бампер и быть готовым к тому, что если такой или такой вариант выйдет из строя, для его замены нужно будет найти абсолютно аналогичный и идентичный, так как в бампере уже будет вырезано отверстие конкретно под эту модель. Если вариант врезки вас тоже не устраивает, дневные ходовые огни можно установить вместо противотуманных фар. Но здесь важно понимать два момента. Первый, диаметр DRL должен быть таким же, как диаметр противотуманных фар, чтобы не было зазоров и это все красиво и эстетично выглядело. И второй момент, дневные ходовые огни это диодная фара с рассеянным белым светом, что в туман практически бесполезно. Поэтому если на вашем автомобиле установлены противотуманные фары, то задумайтесь, стоит ли их вообще менять на дневные ходовые огни. Если противотуманных фар нет, а на том месте стоит заглушка, то вполне возможно, что туда можно установить дневные ходовые огни. Если вы не хотите жертвовать противотуманными фарами в пользу DRL, тогда можно воспользоваться предложением от компании OSRAM. У нас представлено два варианта совмещенных противотуманных фар с дневными ходовыми огнями. В этом случае в виде подковы такой светятся дневные ходовые огни и по центру диодная противотуманная фара. И второй вариант, желтая противотуманная фара находится в центре и по краям светятся дневные ходовые огни. И напоследок, самый прикольный, на мой взгляд, вариант дневных ходовых огней это штатные DRL. Вот эта панель устанавливается вместо штатной, здесь есть отверстие под родную противотуманку, встроена светодиодная фара, которая как раз выполняет функцию ходовых огней. К плюсам вот таких DRL относят простоту установки, а также сохранение первозданного дизайна автомобиля. Также дневные ходовые огни могут обладать дополнительными функциями. Например, вот эти очень яркие дневные ходовые огни делают автомобиль хорошо заметным на дороге днем, но в ночное время уже будут создавать дискомфорт другим участникам дорожного движения. Поэтому ночью обычно дневные ходовые огни выключают, но в этой модели есть специальный управляющий провод, который подключается, например, к габаритам и при включении габаритов диоды переходят в ночной режим, то есть светят в пол накала. Таким образом, как бы создается дополнительный эстетический вид автомобиля, и вы не мешаете другим участникам дорожного движения. Также дневные ходовые огни могут обладать функцией повторителя поворотника. И как мы уже говорили, можно встретить дневные ходовые огни, совмещенные с противотуманной фарой. Так как дневные ходовые огни приобретают еще и с целью придать автомобилю какой-то более эстетичный вид, обратите внимание на количество светодиодов, их яркость, расположение, а также цвет. То есть мы видим, что вот эти дневные ходовые огни более яркие, чем эти. Здесь светодиоды светят такой сплошной полосой, здесь точечно, а также видим, что здесь более теплый оттенок свечения, здесь более холодный. То есть можно даже обратить внимание на то, чтобы дневные ходовые огни по цвету свечения сочетались с габаритами, да, если у вас диодные габариты установлены. Также сочетались с цветом свечения ксенона, либо диодных фар, какие у вас установлены. После того, как вы выбрали дневные ходовые огни, подходящие вам по способу установки, функционалу, а также цвету свечения, нужно подумать, как лучше их подключить. Дневные ходовые огни можно подключить на отдельную кнопку. В таком случае вы сами будете определять, когда их нужно включить, когда выключить. Но также вы можете и забыть их в какой-то момент включить, и их установка будет неоправданной. Поэтому более удобным вариантом будет подключить дарелки к замку зажигания. В таком случае при повороте ключа в замке зажигания ходовые огни будут автоматически включаться. Но для такой установки лучше выбирать модель, которая имеет функцию притухания либо отключения при включении габаритов, либо ближнего света фар. Таким образом, в ночное время вы не будете создавать дискомфорт другим участникам дорожного движения. В принципе все, теперь вы смело можете зайти к нам на сайт и из бесчисленного количества ДРЛ-ок выбрать подходящий для себя вариант. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!